Слово предоставляется члену Политбюро ЦК КПСС, первому заместителю председателя Совета Министров, министру иностранных дел СССР, товарищу Громыко. Дорогие товарищи, коммунисты, весь советский народ с глубокой скорбью восприняли кончину Юрия Владимировича Андропова. Ушел из жизни выдающийся деятель нашей партии и государства, руководитель ленинского типа, человек светлого ума, большого личного обаяния. Жизненный путь Юрия Владимировича – яркий образец беззаветной преданности великому делу коммунизма. Он был верным сыном своего народа и служению ему отдал себя без остатка, весь свой многогранный талант, все свои силы. С именем Юрия Владимировича Андропова связаны крупные положительные сдвиги во многих сферах жизни советских людей, практической реализации исторических задач, поставленных 26-м съездом КПСС. Будь то область хозяйственная, организационная, духовная, повсюду ощущается большой личный вклад Юрия Владимировича в те начинания, которые осуществляются Центральным комитетом партии. Наращивает темпы советская экономика. С большим подъемом советские люди трудятся над выполнением планов экономического и социального развития страны. Дальнейшее углубление получило братское сотрудничество социалистических стран. И здесь многое было сделано Юрием Владимировичем Андроповым. Особую заботу Юрий Владимирович проявлял о том, чтобы советские люди, все люди земли, жили в условиях мира. Он делал все, чтобы нынешнее и следующее поколение людей не испытывали страха за свое будущее. Под его руководством Центральный комитет КПСС настойчиво продолжал линию на укрепление международной безопасности, на мирное сосуществование государств. Вопросами внешней политики Юрий Владимирович занимался повседневным. Его отличала способность видеть главное в сложных международных проблемах. Он видел и перспективу, и то, что нужно сделать сегодня, какие решения принимать в каждый данный момент. Во всей полноте эти его качества проявились в период, когда ему были доверены высшие посты партии и государства. Центральный комитет партии, политбюро, руководствуясь решениями партийных съездов и пленумом УЦК, уверенно ведут дела и в нынешних сложных международных условиях. Состоявшийся вчера пленум Центрального комитета вновь это со всей силой подтвердил. Принимая вынужденные меры по укреплению своей безопасности и безопасности своих союзников, меры необходимые, Советский Союз, его руководство не ослабляют и не ославят усилия, направленных на то, чтобы отвести от человечества военную угрозу, оздоровить международную обстановку. Наша страна выступила серией крупных инициатив принципиального значения. Суть и в том, чтобы укрепить мир. Для этого необходимо прежде всего отказаться от попыток нарушить сложившееся военно-стратегическое равновесие, прекратить наращивание ядерных вооружений, предпринять усилия к ограничению и сокращению этих вооружений. Тем, кто проводит политику милитаризма, безумной гонки вооружений и умешательства во внутренние дела других государств, нужно отказаться от этой политики и заменить ее политикой мира и сотрудничества. К этому Советский Союз их призывает. Советский Союз решительно за то, чтобы договориться о масштабных мерах укрепления доверия. Этому во многом способствовали бы обязательства всех ядерных держав не применять первыми ядерное оружие. Международная договоренность не применять вооруженную силу вообще. Предложения Советского Союза никого не ущемляют. Они одинаково выгодны для всех. Мы ожидаем, что страны Запада откликнутся на них и будут вместе с нами работать на дело мира. Товарищи, Юрий Владимирович Андропов боролся за претворение в жизнь нашей политики мира, равноправного сотрудничества со всеми государствами. Сегодня, склоняя свои головы в трауре и провожая его в последний путь, мы вновь заявляем, что и далее будем неуклонно осуществлять эту политику. Прощай, наш дорогой друг и товарищ, светлая память о тебе будет всегда жить в наших сердцах, в делах нашей Ленинской партии и Советского народа. Прощай. Прощай.